МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Я искренне снова же и сердечно поздравляю вас, дорогие наши. Желаю вам обильных Божьих благословений. Я обычно говорю в таких случаях, когда интерьер нашей студии приурочен к каким-то событиям, вы это видите наглядно. И вы прекрасно знаете, с чем я вас сегодня поздравлю. Великие два события. Это Рождество нашего Господа Иисуса Христа. Торжественное, величественное, красивое. Ну и также с наступающим Новым годом. Бог да благослови вас обильно. Мы любим вас. Бог да восполнит все ваши нужды, все ваши желания, чаяния по богатству благодати, его великой. Да восполнит Бог все, в чем вы нуждаетесь, во имя Господа Иисуса Христа. Мы радуемся, мы торжествуем, знаете, и есть причина для этого. Почему? Потому что это величайшее из всех событий, которое имело человечество на протяжении семитысячного своего периода существования. Рождение Иисуса Христа, Божьего Сына, Господа и Спасителя моего и вашего. Воплощение Его, Бога воплощения, одел нашу с вами плоть и стал подобным нам с вами. И поэтому мы об этом будем говорить. Вы знаете, глядя наши эфиры, о том, что ряд из эфиров мы посвящаем. Мы посвящаем Рождеству Иисуса Христа, мы посвящаем в преддверии Нового года всем этим событиям предновогодним. И все, что с этим связано. Поэтому сегодня есть причина для радости. Сегодня я не один. Пастор Николай Бугриев. Приветствую вас, приветствую вас, приветствую. Искренне также я вас поздравляю и вашу семью, и ваше служение, где вы несете служение старшего пастора, это Рокленд Баптисчерс. Поэтому, знаете, всегда, так скажу, когда мы встречаемся в эфире, я так, как в духе чувствую, что мы на одной волне с вами. Потому что мы с вами вместе в Магадане были. В начале 90-х годов. Представьте себе. В начале 90-х годов мы с вами вместе были в Магадане. То есть мы едины по духу. И, кстати, телевидение же там началось. Ну, конечно. Ну, конечно. Я же все знаю. Поэтому, ну, у вас есть возможность поздравить наших зрителей. Да. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Я сердечно всех вас поздравляю, дорогие телезрители. Но я хочу сказать, что я поздравляю с тремя праздниками. Пожалуйста. С тремя праздниками. Первое, конечно, это Рождество Господа нашего Иисуса Христа, Бога воплощения. Как уже было сказано, Бог воплотился. И это чудо. Это чудо из чудес. Об этом мы будем говорить позже. Второе, конечно, это с Новым годом. Ну, и что я хотел добавить. Третье. И это то, что наш президент Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей израильского государства. И для меня это очень приятно. Потому что мы молились об этом, мы ждали это. И это чудо. И это то событие. А я, кстати, вчера вечером поздравлял в прямом эфире. Это у меня вчера поздравление было. Вы не смотрели эфир? Нет, я не смотрел. Насколько мы в духе едины. Вот все одно и то же. Еще раз говорю. Для меня это величайший праздник. Величайший. Я бы его поставил вообще, потому что по времени это событие было первоначальное. Потом, значит, Рождество. И потом, значит, Новый год. То есть это величайшее чудо. Потому что около трех тысяч лет всегда израильское государство, столица всегда был Иерусалим. И сегодня наш президент, Дональд Трамп, это объявил. Ну, не сегодня, в прошлую среду. Мы знаем об этом. Но, тем не менее, для меня... Это в преддверии было праздником. Это для меня очень приятно. Это украсило наши все праздники. Вы представьте себе, что нас сегодня смотрят в районе Сан-Франциско. Мы в кабельных сетях. И многие из зрителей старшего поколения евреев. Так говорят, то, что знаю и то, что нам докладывают. То есть и мы можем искренне поздравить вас. Я понимаю, те, которые принимают сигнал импакта, они принимают его в кабельной сети вместе с первым каналом российского телевидения. Называется «Россия-1». Мы в пакете с первым каналом. И когда вы переключаете с первого канала на импакт переключаете, и там еще один канал есть. Артиен с Нью-Йорка, тоже еврейский. То есть у вас три канала. И поэтому, когда вы видите вот такого рода поздравления и нашу радость относительно Иерусалима, относительно обитованной земли, которую Бог обещал вашему народу, вашим предкам. Вашим предкам. Поэтому, видите, мы в этом же наследии. Мы в еврейском наследии. Нашим предкам. Нашим. Давай будем говорить честно. Я понял. Я откровенно скажу. Я понял. В октябре я был второй раз в Иерусалиме, стоял возле стены плача в Western Wall и стоял и молился. И был на Храмовой горе, и был в Хевронии, и был в Ерихоне, и был в Самарии, во многих местах был. И стоял и молился на Храмовой горе. Вот на Храмовую гору мы зашли, мы стоим с Романом Джулаем, мы рядом были, и он говорит, давай помолимся. Он предложил, давай помолимся, чтобы это принадлежало Храмовой горе истинным хозяевам. Ну, между нами, говорят, честно. Ну, да. Была совершена молитва. Ну, это честно. Ну, конечно. Мы совершили. Ну, конечно, кто-то скажет от того, что вы там молились, это ничего не имеет значения. Нет, не умоляйте. А вообще, да. Господь услышал вашу молитву. А кто знает. Не умоляйте, да. Ну, я понимаю, что мы молились, чтобы эта земля, эта Храмовая гора, она принадлежала истинным хозяевам, которые должны там быть хозяева. Да, да. И я молюсь за Иерусалим, чтобы там был мир. Молюсь за Израиль, чтобы там был мир. Молюсь за Натиньягу, молюсь за Трампа и поддерживаю его решение, которое он принял. И я молюсь, чтобы многие страны к этому присоединились, потому что часть моего сердца там. Конечно. Все равно. Кстати, вы улетали оттуда, мы в тот день приземлились же. Мы разминулись. Да, мы разминулись. Да. И поэтому, во-первых, наш с вами Спаситель пришел туда. Ну, куда он пришел? Ну, туда, конечно. Да, пришел. А он умер где? Точно. Там же, да. Воскрес где? Там же, да. Воскрес там же. И все эти события, они нас касаются. Они нас касаются. Мне один из обитованного народа, ну, Мессию не принял. Он как-то позвонил мне, лично. Я взял трубочку в студию. И он, вы там доказываете, доказываете, что Христос Бог. Я говорю, мы не доказываем. Это уже давно доказано. Мы констатируем. А он говорит, как это так? С насмешкой. Я прошу прощения, если вы смотрите этот эфир. Я ни имен, ни это, ни города не называю. Я сказал, что вы из евреев. Этого достаточно. А таких много. Так вот. Он говорит, как это так? Ваш Бог – это наш сын. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть, я говорю, в этом-то и парадокс ваш. В этом-то и трагедия. В этом-то и огромный минус. Что? Написано, пришел к своим. Свои не приняли. Вот именно он был вашим. Я бы не переходил в эту плоскость. Я извиняюсь. Я очень уважаю, как говорится, еврейский народ. И знаю, что когда им Бог откроет, Он откроет. Откроет. Мы не те для того, чтобы им открыть. Если нам надо будет, то мы откроем. А если нет, то Бог сам. То есть, Бог сам о них заботится. И Бог сам сделал так, что Иерусалим объявили столицей израильского государства. И вообще, кому это нравится, кому не нравится, а вообще кого это волнует. Если сегодня кто-то что-то говорит, а пусть они говорят все, что хочешь. Я вот там иногда смотрю новости. Пусть они все, что хочешь говорят. Я знаю, что Мессия родился. И я знаю, что родился. И я знаю, что сегодня храм, это мы с вами. Игорь Михайлович, вы, я и все остальные, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце. Это мы сегодня храм, живущий в нас Святого Духа. И Он родился, чтобы сделать в нас храм. И когда уже мы не будем храмом, когда церковь будет взята с этой земли, тогда храм построится там. И это к тому идет. И это сегодня к тому идет. Но одно событие, которое произойдет перед строительством храма, это будет взятие церкви. И тогда все откроется. Тогда все будет по-другому. Несомненно. Поэтому не надо будет спорить, доказывать. Кто есть кто. Кто есть кто. Я за них молюсь и за всех, чтобы Бог дал мир Иерусалиму. Пусть Бог благословит. Сегодня мы говорим о рождении нашего Спасителя. Первая Тимофея, в основу положим. Первая Тимофея знаменитая. 3.16. Это вот как Иоанн. Да. 3.16. Апостол Павел, я бы сказал, даже восклицает. То есть настолько вот, настолько емко выражено этот стих в его устах. Духом Святым положено в его устах. И беспрекословно. Великое благочестие. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Показал себя народу. Проповедовал народу. Принят веру в мире. Вознесся во славе. Кстати, это гимн первых христиан, оказывается. Они пели. Я как-то прохановские... Прохановский я не нашел, кстати. Я как-то листал. Мы, кстати, по-русски не пели это, да? Но первые христиане, они положили это как гимн. И они имели музыку на это. Составили. И много веков они пели это в своих христианских церквах. Беспрекословно. Другим словом, если говорить беспрекословно, это не подлежит никакому сомнению. То есть, не может быть других мнений. Что означает в оригинале слово беспрекословно? Это двоих мнений быть не может. То есть, здесь или черное, или белое. То есть, нет никакого возражения. То есть, и апостол Павел, он применяет это сильное слово, беспрекословно. Почему? Потому что сомнений быть не может, неверий быть не может, недоразумений быть не может. Беспрекословно. Двоих мнений быть не может. Великое благочестие и тайна. Бог явился во плоти. Это, друзья, то, что мы и празднуем. Ну да. И не только по календарю, но мы празднуем не только по календарю, мы празднуем по духу. Мы в духе празднуем. Аллилуйя. Да. Потому что можно праздновать по календарю, как историческая личность. Я сегодня где-то вычитал, в каких-то новостях, вот по преданию, говорят, протестанты будут праздновать рождение по преданию Христа. По преданию, ну какое предание, это история, по преданию это такое, вот непонятно, это как по теории, там по... Относительность. Да, чисто относительность. Но это история, это свершившийся факт, это событие не просто мирового значения, вселенского значения. Вам слово. Значит, все, я с вами сто процентов согласен. Единственное, хочу добавить, какое это имеет отношение к нам. Самое прямое. Непосредственное. Непосредственное отношение. В Евангелии Матфея, вы прочитали 1 Тимофея 3.16, а я, Евангелие Матфея, там описывается родословно Иисуса Христа. Евангелие начинается с родословно. Да. Оно не начинается просто. Конечно. А вот начинается от Авраама. Да. А в Евангелии Лухи там родословно идет к Адаму. Вот. Точно. И если мы изучаем правильно, внимательно, Иисус Христос всегда основывался на Торе, на Ветхом Завете. Он не говорил, то отбросьте. Нет. Он говорит, пророки говорили. Авраам увидел это время и возрадовался. И когда мы читаем Евангелие Матфея с самого начала, каждый человек, который читает Священное Писание, читает Библию, должен, ну, если он всю Библию читает, вот он читает сначала. И я хочу заметить. Я хочу заметить. В эту родословную входят четыре женщины. Раал. Первая Фомарь. Первая Фомарь. Да. Так. Такая история, кому интересно прочитать, она в книге Бытие записана. Вот. Вторая входит, как вы сказали, Рааф. Да. Вот она вошла в родословную, тоже она не из еврейского народа, но она вошла в родословную. Третья, это Руфь-Моавитянка, тоже не из еврейского народа, хотя родственница, но сказано было, Моавитянин не войдет в родословную, она вошла в родословную. И четвертая Версавия. Версавия. Версавия была женой Урии Хиттиянина. Она была из еврейского народа, но она вышла замуж за Урию Хиттиянина. И она стала женой Давида. Опять. И матерью Соломона. Ну да. И Нафана, кстати. Матерью Нафана, родословного, которая идет по Евангелию Луки. Да. По Евангелию Луки Нафан идет родословная, а по Евангелию Матфея родословная идет от Соломона. То есть, две родословные, которые здесь от Давида, Нафан и Соломон, они параллельно рядом идут. Одна идет к Марии, другая идет к Иосифу. Вот. И мы с вами, мы с вами входим в родословную Иисуса Христа. Мы с вами через вот это понимание вот этого всего того, что мы видим, того, что произошло в Ветхом Завете, в Новом Завете, мы имеем жизнь Иисуса Христа, мы имеем Его смерть, Его погребение, Его воскресение, сошествие Святого Духа. И Он обещает нас взять с этой земли. То есть, Он нас присоединяет через рождение свыше, наше рождение свыше. Когда мы начинаем верить в Иисуса Христа, мы входим в родословную Иисуса Христа. Мы присоединяемся к Его родословной. Ну, как присоединяемся? Мы входим. Мы становимся Его истинными детьми. Истинными детьми, то есть, равными, потому что Он кровь за нас пролил. Он умер за нас на Голговском кресте. Он искупил нас. Он оправдал и стал первенец из умерших. А мы, а мы все Его дети. А мы все Его одно тело. Он есть наша глава, а мы часть Его тела. То есть, мы присоединяемся. И если говорить о том, как это относится к Ветхому Завету, то вот эти четыре женщины, которые из Ветхого Завета вошли в родословную, это для нас прообраз. Что каждый из нас из разной ситуации, из разного народа, может попасть в родословную нашего Господа Иисуса Христа. И не только. Это потрясающая мысль. Ну, конечно. Еще одна мысль. Еще одна мысль я вот выхвачу. Даже на примере того, как вы говорите, что женщины вошли в родословную. Говорит о том, что в теле Иисуса Христа, что право на жизнь вечную в Боге, с Богом, право на Мессии, имеют без исключения все. Например, если мы будем разделять по эту родословную. Она делится, здесь даже в Матфеи, она делится на три. На три. Первое, это период от Авраама до Давида. Второе, это 14. 14 родов. Потом от Давида до Вавилонского плена. До Вавилонского плена. До Вавилонского плена 14. И от Вавилонского плена до рождения Христа 14. Итого 42. Почему Духу Святому угодно было это поместить именно 42? Потому что для евреев 42, когда они вычисляли что-то, что имело в себе сумму 42, им очень легко было по 14 разбивать. Поэтому каждый еврей, каждый еврей, он понимал, что 14, 14 и 14 являются 42. И поэтому Дух Святой и разбил по 42. И угодно было как раз и показать через призму веков, как мы говорим, от Авраама, родоначальника еврейского народа, первого еврея, евера, 14 до Давида, 14 до Вавилонского плена, 14 до рождения Христа. Так вот, в этом теле и в этой истории, имеющей место для женщин, сегодня имеет место без исключения. Некоторые из этих женщин были далеко не блестящего, скажем, характера. Если честно. Если честно говорить. Это говорит о том, что Господь прощает... Далеко не блестящее прошлое. Совершенно верно, прошлое. И в этой картине я вижу, что я могу, придя к Богу, я могу принять Мессию, я могу, радуясь родившимся младенцам, я могу найти себя со своим плохим прошлым, со своим ужасным настоящим, неуверенности в своем будущем, я могу себя найти в нем. И поэтому вот в этом и есть красивая картина, что когда буду вознесен от земли, написано, всех привлеку к себе. Мы вчера, кстати, говорили с пастором Кебецем на эту тему, ну, чуть-чуть тронули, что все это все, без исключения. Там есть место для черных, для белых, там есть место для всех, даже для голубых, которые, если они покаются и придут к Богу, даже для голубых. То есть там высокие, низкие, полные, худые, там знатные, незнатные. Здесь был и царь, здесь был и пастух в родословии. Здесь все без исключения. Во Христе Иисусе написано, нет ни мужского, ни женского. Почему? Потому что под главой у Христа там, то есть объединены, в духе объединены, без исключения из всякого народа, племени, языков, все-все-все-все. Апостол Павел не зря говорит. Если, мы понимаем так, мы понимаем, если человек приходит к Богу. И сегодня во свете нашей беседы с пастором Николаем, если это созвучно вашему сердцу, и может этот праздник, он всегда был чисто календарный какой-то, исторический, но в духе таковым не являющийся для вас. Пусть это слово будет просто обращением для вас. Вы видите энтузиазм в наших речах, и искорки из глаз чуть-чуть так это стараемся донести, убедить, переубедить, что другого Мессию ждать не надо. Ну, даже не то, что донести, переубедить, не-не. Поделиться с тем, что мы имеем. Что мы имеем. Что мы имеем. Совершенно верно. Ну, потому что, если смотреть на историю, допустим, с самого начала. И вот с самого начала история шла, и потом здесь Бог избрал Авраама. Аминь, аллилуйя. Я полностью поддерживаю это. И он работает с Авраамом. Пророков посылает. Царей вдохновляет Духом Святым. Слышит молитвы. Через пророков работает. Посылает чудеса. Приходят, они говорят, беседуют с ними. Является явление, чудеса. И все это работает. Потом все замолкает. На 300 с лишним лет все исчезает. Книга про пророка Малахи заканчивается, и все. И более 300 лет полная тишина. И народ израильский, это маковейская история. Очень интересная история маковеев. Это вообще божьи люди. Это великолепные люди. Это евреи, которые положили свою жизнь. И когда я читаю вот эти вот неканонические книги, история маковейского рода всего. Это просто потрясающе. И я бы сказал, достойно подражания. Насколько они сильно верили в силу присутствия Святого Духа. Пошли на смерть. Пошли на смерть. Сознательно. Ради храма, ради Иерусалима, ради Израиля, ради Бога. Это вообще, это божьи настоящие люди. Вот все закончилось. Стихло. Тишина. Столько они воевали. Не восстановили. Кое-как все стоит. Римляне царствуют. И вдруг, и вдруг, как вот я вот смотрю, звездочки сияют. А вот белое такое у вас, вот такое белое. Я недавно был на одном таком встрече в вечере. Один американец говорит, вот посмотрите, вот снежинки падают. Там на картине снежинки нарисованы были. Вот так, говорит, Христос, как снежинка, опустился на эту землю. Никто не услышал. Никто не услышал. Тихо. И растворился. И наполнил всю землю собой. Вот этой живительной своей влагой. Вот Христос, Он взял, воплотился. И многие ждали, не ждали. А вот пастухи услышали. Мудрецы узнали на востоке. А все читали, читали, листали. И пропустили явление. И пропустили, да. Слишком заняты были. Что-то ждали особого. Вот Он взял и воплотился. Вот Он взял и воплотился. И пришел. Пришел тот самый Бог, который беседовал с Авраамом. Который приходил к Аврааму и беседовал с ними. Разговаривал. Будет у тебя сын. Который беседовал с Ноем. Который беседовал с Саддамом. Который беседовал с Каином. Говорит, Каин, грех у порога дома твоего. Который разговаривал с Моисеем, в конце концов. Он тот самый. Он много всего делал для того, чтобы люди могли в него поверить. Что людям нужно? Людям нужен Бог. Не задача в том, чтобы мы здесь жили богато или небогато. Не в этом смысл. Что у нас в сердце? Чем мы живем? Чем мы наполняемся? Вот Давид, он грешил. Сверсавия согрешил. Бог помиловал его. Да Бог добрый. Потому что он каялся, он Бога любил. Авраам где-то что-то там не так делал. Бог его все прощал. Это мой раб. Это мой друг. И все. То есть у Бога с каждым человеком свои взаимоотношения. Он хочет с ним сблизиться. Он посылал пророков. Посылал царей. Он ангелов посылал. Приходили. Я говорю, ну отдумайтесь. Ну примите меня. Не грешите. Живите по Писанию. Живите. Вот я даю вам Тору 10 заповедей. Симпл. 10 заповедей. Просто 10. Выполняйте 10 заповедей. Потом еще отдал там всякие административные 613 заповедей. Чтоб легче было найти ответ. Ну и что? И что? Люди отходят, отходят. И тогда он послал сына своего. И тогда его сын воплотился и стал человеком. Бог. Бог вочеловечился. Как вы прочитали. Тимофей. Он вочеловечился. Он сам пришел. И он сам принял образ раба. И вот тут у нас не вмещается. Да ну. Он должен был прийти на колеснице. На белом коне. А он тогда не будет доступен всем. А вот он пришел просто. Вот он родился просто. Маленьким ребенком. Вот Иосиф взял его вот так вот на руки. И он поместился в него. Вот он держит вот этого ребенка. Вот он держит. А что в нем? А ангелы говорят. Это он. Это Господь. Это тот, который пришел. Радуйтесь. Не бойтесь. Потому что я возвещаю вам великую радость. Ныне родился вам в городе Давидовом Христос Господь. Вот он воплотился. То есть новая эра. Новая эра. Вообще все другое. Все поменялось. То есть подход. Божественный подход к человеку поменял. Когда мы воспитываем наших детей. Вот ему объясняешь. Объясняешь. Так. Стоп. Давай по-другому. Я тебе сейчас объясню. Так. Сынок. Вот давай возьмем вот это вот. Там вот. В математике допустим. Ему рассказываешь. Рассказываешь. Сынок. Надо вот это вот так вот. Не понимает. Так. Смотри. О. Два плюс два. Смотри. Два. А ну считай. Раз. Два. Три. Четыре. Ага. О. Понял, да? То есть берем спички там и начинаем показывать. Вот Бог нам. Вот так. Пришел и говорит. Нет. Теперь будет все по-другому. Я вам давал закон. Чтобы вы мне служили. Чтобы вы были моими друзьями. Теперь я решил все поменять. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Что нужно? Сердце менять. Потоп был на этой земле. А зло. Зло. Во всякое время. В сердце. Появляется зло. Ненависть. Война. А он говорит. Нет. Нет. Меняю весь подход. Меняю всю концепцию. Всю концепцию меняю. Любите врагов ваших. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Мало того, он сам пошел по этой земле. Сам простым человеком пошел и стал людям показывать, как это делать. С собственным примером. С собственным примером. К женщине, которая согрешила. Он ее взял, простил. К бедному, к прокаженному, к несчастному. Он замечал каждого человека. Собирателю дидрахм. Собирателю драхм. К мытарю. С богатыми разговаривал. С фарисеями. У фарисея кушал. К тому заходил. К тому заходил. Со всеми разговаривал. Говорит. Люди, послушайте. Ну, меняйте образ жизни. Примите меня в сердце. Познайте меня. Примите меня, как Бога в сердце. То есть, Бога познайте. То есть, Дух Святой сегодня у нас через то, что Дух Святой к нам сходит, мы уверуем в Иисуса Христа, принимаем Его как своим спасителем. Меняется сердце. Не-не. Десять заповедей. Я не говорю, что их надо отменять или что народ израильский не народ Божий. Божий народ. Божий народ. Все на своем месте. Но Бог хочет, чтобы мы сердце свое поменяли. Чтобы каждый еврей, израильтянин, язычник, чтобы каждый человек принял его в сердце. Позвольте мне, позвольте мне на правах ведущего немного возразить вам. Пожалуйста. Дабы мы не давали извинения, извинения для той части наших зрителей, которые сопричисляют себя к еврейскому народу, но не живут по слову, имеем ли мы право назвать их народом, служащим Богу? Не-не. Я не сказал, что они народ служат. Я сказал, что народ Божий. Да. Как написано. Так написано. Это Божий народ. Это избранный Богом народ. Избранный зачем? Чтобы оттуда произошел Христос. Да. Совершенно верно. И сегодня опять это избранный народ. Опять мы смотрим, что делается сейчас в Иерусалиме. Мы смотрим, что делается сегодня в Израиле. Ни в одном государстве так не делается. Это сегодня самые высшие технологии. Самые лучшие в мире технологии. И как мне понравилось, премьер-министр Израиля на Организации Объединенных Наций был, говорит, вообще откуда у вас вообще все компьютеры и телефоны? Вы знаете, что это евреи придумали? Ну да, это евреи. Ну вообще, ну. То есть Бог им дал. То есть, ну давайте то, что им Бог дал, Он им дал. Несомненно. Ну и пусть оно у них будет. Мы не претендуем на это. Я не претендую на это. Единственное... Я претендую на другое. Единственное, единственное у меня, вот чисто в моем мировоззрении и в моем мировосприятии действительности, в которой находится сегодня еврейский народ, не служащий Богу, я их, апостол Павел, да я сам бы хотел... Быть отлученным ради... Ради братьев моих. И вот здесь мы подходим к очень важному вопросу. С этим вопросом я в Иерусалиме, в Израиле, вот два месяца назад мы имели некую дискуссию. Если человек, не принявший Иисуса Христа Господом и Спасителем, может, живет такой нормальной, морально-нравственной жизнью, но Господа не принял. Нет, не принял Иисуса Христа. Да, 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 не принял Иисуса Христа. Он умирает и он уходит в вечность. По Писанию мы понимаем, апостол Петр говорит в 4.12. Ибо нет другого имени, данного под небом человека, которому надлежало бы нам спастись. И он там говорит, человек, Иисус Христос. Поэтому можем ли мы ложно вселять или давать надежду на... Независимо, это евреи или это украинец, молдаванин, независимо. То есть Господь не смотрит на лице, написано. Юрий Михайлович, ну я же не сказал этих слов. Вот, совершенно верно. Это вы сказали сейчас. А вот вы зачем их сказали? Насчет чего? Ну, насчет того, что вот он умирает и идет в вечность. Вот. А вот откуда вы это взяли? Ну, вот с чего? Человекам положено однажды умереть, потом... Ну, и все идут в вечность? Да. Ну, в разную? Конечно. Или в одинаковую? Нет, идут в разную. Окей. Еврей, молдаванин, украинец, русский, американец, японец, китаец, узкоглазый, широкоглазый. То есть, если человек не принял Господа Иисуса Христа и встречает свой последний день, вечность ему уготована, но не с Богом. Вечность далеко от Бога. И вечность ему приготовлена та, которая была уготована, Писание говорит, для дьявола и его ангелов. Угу. Поэтому очень важно сделать ремарку. Вы поправьте меня, если я не прав, пастор Николай. Вот как вы учите, вы проповедуете, как вы учите народ? То есть, даете ли вы некое извинение тем, которые вне покаяния, вне Бога, вне прощения грехов, они умирают? Или вы говорите, покайся сегодня, тебе лучше сегодня покаяться? Ну, я первое хотел сказать, что я вообще не вправе давать кому-то какое-то извинение. Это все делает Бог. И каждый человек, он имеет отношение с Богом. И я, как всегда, говорю, что каждый из нас к Богу будет идти поодиночке. Мы толпой не пойдем туда. Вот и каждый человек, когда он начинает уже заболевать, и у него признают там рак или болезнь, или там, ну, что-то там. Ну, конечно. И он начинает думать тогда. И вот Бог тогда, уже он перед Богом будет отвечать. Поэтому я не вправе. Я верю в Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Аминь, аллилуйя. У меня не оспаривается это. Я это проповедую всем. И я знаю, что Бог откроет народу израильскому, откроет. В свое время. Открывает и скоро откроет. Снимет это покрывало, и они увидят. Они его увидят. Он откроет это покрывало, оно как вот закрывает, понимаете? Мы можем сегодня много чего говорить. Почему он закрыл им глаза? Почему они как бы ослеплены? С одной стороны... Написано, до времени. До времени. Кто это снимет? Мы снимем или они? Или мы будем их пугать, что они пойдут в ад, и они покрывало снимутся? Или Бог снимет это покрывало? Я считаю, что их заслуга, первая заслуга... Ну, мы уже перешли... Да-да-да. Я не хотел эту тему пробовать. Это важная заслуга. Это важно, да-да-да. Первая их заслуга, что вот это слово благодаря им. Если бы не еврейский народ, не израильский народ, мы бы не имели слова Божия. Вот Бог им доверил это слово. Вот как они жили там? Отступали, он их наказывал там, выселял в плен там, но слово они сохранили. Много чего потерялось. Но самое главное осталось. В основе своей, вот это Тора, вот Писание, они сохранили, они сохранили. Не мы. Да. Они сохранили. Тут не может быть двоих дней. Это аминь. Я, как говорится, шляпу снимаю и говорю спасибо им. И да, и аминь. Второе, от них Христос написано. Да, спасибо. Да-да. Второе, вы сами говорите. Второе, что вот это родословное прошло, и Христос от них родился. И Христос пришел туда. Ну да, пришел к своим. Свои не приняли. Но опять, они не приняли меня или его? Они не приняли его. Да, конечно. Он с ними и разберется. Я не вправе с ними разбираться. Я вправе говорить, что спасение через Иисуса Христа. Я получил через Иисуса Христа спасение. У меня есть корни там, те. Но я считаю, я спасаюсь не через эти корни. Я спасаюсь через корни Христа, через кровь его, пролитую на Голгофском кресте. И я знаю, что мои предки, которые были, они умирали за вот эту веру в Иисуса Христа. Они были преследуемы, гнали их. Мои предки верили в Иисуса Христа. И они за это жизни отдавали. Я не только с почтения, от почтения к своим предкам. Но я понимаю важность нашей веры в Иисуса Христа, неуклонная наша вера. И я всем проповедую, что спасение через Христа. Спасение через Божьего Сына. Спасение через Писание. Спасение. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют Писание о ком? О мне. О Христе. Я всегда, когда читаю Священное Писание с Бытие, с первой главы, я вижу Иисуса Христа там. Я всегда ищу Иисуса Христа. Я не отвергаю Ветхий Завет. Я Ветхий Завет признаю. Но в Ветхом Завете везде говорилось об Иисусе Христе. И они, вот эти Ветхозаветные пророки, Ветхозаветные люди, Авраам, Исаак, Яков, они верили в грядущего Мессии. Они верили. И Христос говорит, они увидели и возрадовались. Мало того, весь Ветхий Завет он показывал наперед. Придет, 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 придет. Весь Новый Завет показывает назад. Туда. Пришел, пришел, пришел. Совершенно верно. Почему мы начинали эту беседу? Проповедан в народах. Это по большому счету, это то, чем мы сегодня с вами занимаемся в рамках программы влияния. Проповедан в народах. Вот не буду говорить в каком из районов, но однажды в Украине, не так давно, мы где-то ехали там в одном месте. И там живут из еврейского народа. И один из них, явно выпивший, явно выпивший, вот, прошу прощения, что я так, ну, прямо и говорю об этом. И сигарета во рту, нецензурная, брань у него проскальзывает. И он говорит, ты хочешь сказать, что вы лучше нас? Я говорю, ни в коем. Он говорит, вы язычники. Я говорю, смотри, ты даже чуть-чуть писание знаешь. Я говорю, мы из язычников. Аминь. Мы из язычников. И он мне говорит, ты хочешь сказать, что вы в лучшем положении? Я думаю, господи, как бы так сказать, чтобы не обидеть? Чтобы не обидеть. Да. Ну, он не сильно так, чтобы сильно, чрезмерно выпивший. Но на ногах стоял. Ну, чуть-чуть мыслил, так сказать. Ну, более-менее. Я говорю, знаешь что? Буду говорить прямо, если бы я тебя не любил. Любовь Иисуса Христа. Я бы юлил вот так вот, крутил. Говорю, я тебе скажу прямо. Не обидься, но прийми, как из уст служителя Божия. Если не покаешься в своих грехах, говорю, погибнешь. Аминь. Я ожидал, что обидится. Пастор Николай. Я увидел в его глазах испух. Вот прямо. Это касается всем. Я ожидал, что он сразу расправит плечи, там начнет, там это буянить. Я увидел испух. Я говорю, из своей любви к тебе, я говорю тебе прямо, я говорю конкретно и категорически. Ну, anyway. То есть, да. Если говорить откровенно по израильскому народу, то если бы они выполняли все то, что Бог им дал через Моисея, и если бы они жили по Писанию, если бы они выполняли, они никогда не были бы в Вавилоне. Несомненно. Никто бы на них никогда не нападал. Несомненно, да. Сегодня храм бы стоял Соломонов еще, поверьте мне. Конечно. И всегда Бог говорил, вы должны покаяться, они должны покаяться. Мы всегда говорим о покаянии. И Бог весь Ветхий Завет говорит о покаянии. Смирился Езекия, плакал предо мною, и я его помиловал. Бог милый, смотри, как смирился Манасия. Манасия смирился, тот смирился. Бог хочет нашего смирения. Следующая проблема, которая произошла, опять возвращаюсь к своему народу, к этому израильскому народу. Бог избрал израильский народ не для того, чтобы просто дать им золото, серебро, богатство и легкую жизнь. Нет. Он дал им Слово, чтобы они весть о Боге распространяли всему миру. Чтобы они были носителями Слова. Носителями Слова. То есть, как сегодня, ну вот мы являемся носителями Слова. Проповедниками Слова. Вы, ваша программа, вы несете это Слово. Вы стараетесь выполнять то, что Бог сказал народу израильскому. Сказал, несите, распространяйтесь. Смотрите, народ израильский шел по пустыне. Они шли по пустыне. По пустыне шли. Не по фривею. По пустыне. Приходят два юноши к женщине. Раав. Которая там магазин держала, торговала. Там записана в нашей Библии блудница. Приходят, она говорит, мы слышали. Откуда они слышали? Мы слышали, как Бог море раздвинул перед вами. Мы слышали. То есть, вот эта задача, у Бога задача была, это же такое место, которое является центром всей земли. Все караваны, все торговые пути шли через это место. И все должны были брать эту весть о Боге и приходить к Богу. Ведь еврейской-то национальности не существует, вы же знаете. Не существует такого. Всякий, кто принимает Бога в свое сердце, всякий, кто посвящается Богу на служение, становится евреем. Ну, другого же нет. Вы же были в Израиле, вам рассказывали. Приезжают в Израиль разные люди со всего мира. Каждый может стать евреем. Каждый может стать евреем. Ага, что это? А это вот то, что Бог хотел. Чтобы каждый посвятил себя Богу. Богу мы должны себя посвящать. Другим словом апостол Павел говорит, не тот еврей, кто по наружности таковой, а кто внутренне таков. Вот чего хочет Господь. Я родился в семье верующих родителей. У меня папа был служитель, папа был диакон. Дедушка у меня был верующий, бабушка верующая. Я в четвертом поколении был верующий. Но мне сказали, что мне надо покаяться. Позвольте, позвольте. А почему я должен покаяться? Конечно. Потому что я грешник. И я нуждаюсь в покаянии. Это было всегда. И каждый человек, независимо от того, какой он национальности, он должен покаяться. Любой человек, то ли это было в Ветхом Завете, то ли это в Новом Завете, покаяться перед кем? Пред Богом. И так будет до пришествия Христа. Это будет всегда. Это будет всегда. Потому что мы должны поклониться единому нашему владыке. И Христос воплотился. Христос пришел. Он стал доступный для нас. Если тогда мы думали, люди думали, где он там, ну где он пришел, ну тому пришел, тому не пришел, то сегодня пришел ко всем. Более того, он говорит, лучше я для вас, чтобы я ушел, потому что придет Святой Дух, который будет в вас. И который будет вас учить. Вот Дух Божий сегодня в нас. Божественный Дух уже в нас. Дух Христов в нас. То есть Христос уже в нас находится. В тех, ну, чтобы не подумали, что я там, ну, похваляюсь или там что-то там говорю. Не-не-не. Если мы ходим в страхи и трепети, если я в смирении, если я не грешу, если я в смирении сердца несу весть о нем. И в слове. В слове, если я живу. Как фундамент. Тогда он во мне. Если я начинаю жить греховной жизнью, но я плачу, потому что Дух Святой уходит от меня. Тогда. То есть человек, если начинает грешить, он теряет. То же самое ко всем это относится. Несомненно. Ко всем это. То ли в Ветхом Завете, то ли в Новом Завете. Несомненно. Если мы сегодня начнем жить во грехе, мы все потеряем, наше общение с Богом. Он говорит, ну-ну-ну, я вас не знаю. Кто вы такие? Вы обо мне говорили? Говорили. Несомненно. Все. Я с вами категорически согласен, пастор Николай. Потому что можно оправдывать свое, скажем, родство или свою принадлежность к верующей семье. Вот как чадо какое-нибудь. Крошка сын пришел к отцу. Да, у меня папа верующий, мама верующая, и я вот как-нибудь доковыляю. Не пойдет. Это не пойдет. Это не пойдет. Пока человек единожды, так как единожды человек пришел в этот мир, так как единожды ему надо будет дать отчет, так как единожды он умрет, так точно единожды он должен принять решение или Богу служить, или вот ковылять, как ковыляешь. Но лучше служить Богу. Мы предлагаем служить Богу, Потому что Христос нас искупил, Он нас соединил с Богом через свою кровь, через свою смерть, через свое воскресение дал нам надежду. Поэтому для нас это близко, потому что Он, как дети причастны плоти и крови, так же и Он воспринял онные плоти и крови. Дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, евреям 2 глава 14 стих, то есть лишить силы, в этом сила заключается. В этом сила заключается, что мы, поэтому мы Ему верим, потому что Он нас соединил с собой через плоти и крови, поэтому мы Ему верим. И это не просто кто-то, это сам Господь, это сам Творец, это тот Бог, который разговаривал с Авраамом. Тот, который, тот Христос, который пришел к Аврааму, это тот, это не другой. Это не другой. Не другой, который с Моисеем говорил, который спустился к Даниилу в печь, который ходил с Даниилом в печи, который заботился обо всех, который посылал все необходимое спасение для народа израильского, это тот самый, это не другой. И что интересно, не надо иметь семь пядей в Авру, для того, чтобы знать теологическую подоплеку, догматическую подоплеку, этого не надо. Для этого Он взял 12 учеников простых, невысокообразованных, рыбаковых. А в этом я, знаете, какой вижу потрясающий пример в личности Иисуса Христа, как мы говорим, сочеталось две природы. Божественная природа и человеческая природа. Это как, простым языком говоря, это как некоторые имеют двойное гражданство. Вот как двойное гражданство. Граждане одной страны, граждане второй страны. Личность Иисуса Христа, она сочетала в себе божественную и человеческую. И то, что вы сказали, говорит мне о том, написано, апостол Павел говорит, будучи искушен во всем и может искушаемым помочь. То есть Он был человеком таким, как я. Чтобы помочь. Чтобы помочь. Он прошел, Он прошел испытание, искушение, трудности, слезы. Он, написано, Он уставал. Написано о том, что Он, утрудившись, сел у колодца. Написано о том, что Он уснул на корме, потому что так тяжело, целый день трудился. То есть Он имел Мою с вами плоть. Аминь. За исключением, Он не имел греховной плоти. Смотрите. Подобие. Подобие, да, подобие греховной плоти. Совершенно верно. Это правильно. Да, да. Это правильно. Дело в том, что имел ли Иисус Христос право на ошибку? Ну, я думаю, что имел право, но Он ее не сделал. Он показал людям, что можно прожить. И, смотрите, в наших очень часто, но это не о нас с вами, и это не о многих, в наших часто с вами испытаниях, искушениях и трудностях, мы стоим, 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 я не говорю о колоссальных грехах глобальных, но в любом там, в любом. Мы стоим, стоим, бах, споткнулись и говорим, Господи, прости, Господи, прости, потому что я прошу прощения у Господа, чтобы дьявол не имел зацепки. Он прощает. И Он прощает. Потому что Он понимает. Конечно. Иисус Христос не имел, Он не имел права совершить такой грех или обмануть. Тогда бы Он нам не смог помочь. А Дьявол бы сказал, слушайте, смотрите, как Он может вам помочь? Он сам такой. Христос шел до конца. Там, где Ему намного тяжелее было устоять, чем нам, потому что мы падаем и приходим к Богу, и Бог нас прощает. Ему тяжелее было устоять, я так понимаю. Потому что Он человеком же был. Он был же человеком. И искушал сам сатана. Несомненно. Несомненно. Пожалуйста. Я вставочку хотел сделать. Некоторые думают, у нас Бог, мы молимся Богу напрямую, а вы говорите об Иисусе Христе, и это все непонятно. У меня есть мама. Она еще живая моя мама. В каком возрасте, матушка? Маме моей восемьдесят девять лет. Моей матушке восемьдесят пять. Вот. Ей восемьдесят девять. У меня мама есть. Владелена Эммануиловна Бугриева. Моя мама. Дай Бог ей еще здоровья и сил. И я прихожу к моей маме, я с ней веду себя как сын. Ну да. Она меня ругает. Она мне высказывает. Она мне может сделать замечание. Без шапки выйдите в холодную эту, она крикнет, скажет, ну-ка, сын, да. А ты что такое? Там она может сказать, а почему он в этой рубашке, а почему ты вот, а почему ты вот это? Раздеты идешь. Да, да. И я ведусь с ней как с мамой. У меня дома есть жена. С моей женой я веду себя как с женой. У меня есть три сына, три дочери. Я с ними веду себя как сын. Да. Ой, как отец. Ну, конечно, да. У меня есть внуки. Пятнадцать внуков. Да. Поздравляю. Спасибо. Вот. И я с ними веду себя как дедушка. Вы скажете, а что, я разный? А нет, я один и тот же. Вот Бог, вот Бог, Он один и тот же. Иногда люди спорят, как это Бог, Он на небе. Просто мы не понимаем. Мы ограничены разумом. Мы ограничены разумом. Он, Он Бог на небе, и Он воплотился, Он воплотился в лице Иисуса Христа. И Он сегодня в лице Святого Духа в нас находится. Он. Он, ни другой, ни какой-то ангел, а Он следит за нами, спасает нас, помогает, говорит нам, что говорить, подсказывает нам, оберегает нас. Он же Самый. Мы Его не можем постичь, потому что Он все сотворил. Он дал дыхание, жизнь всему. Конечно, мы... А если бы мы могли Его постичь, Он не был бы Богом. Мы не говорим, что Иисус Христос – это отдельная личность. Это не отдельная личность. Это личность Бога, Божества. Это ипостась. Это Его ипостась. Это Его личность. Когда Владыка пришел к Аврааму и сидел с ним, кушал, разговаривал, кто это был? Авраам говорит, Владыка, не пройди мимо. Если Авраам сказал Владыку, он понимал, что Владыка может только называть только Бога? Он же не сказал, что это там какой-то ангел. Он Владыка назвал. Теленка приготовили, хлеба. Кто это был? Это же Бог был. Бог был. То есть тут понятно. И вот так же и нам с вами сегодня понятно, что Бог воплотился, стал человеком, принял человеческую плоть. Не было Мария зачата от зачатия от Иосифа, от Духа Святого. Вот это божественное зачатие, вот это тайна Бога воплощения. Сверхъестественная. Сверхъестественная. Вот в этом заключается смысл его святости, чистоты и того, что он сделал. И очень важную мысль, тут важно усилить эту мысль вашу, что то, что было зачато от Духа Святого, этим самым было прервано вот это родословно от греховности Адама. Вот оно было прервано. Ну конечно, в этом-то и смысл был. Потому что это было подобие плоти греховной. Это не было греховная плоть. Это было подобие плоти греховной. Он не имел греховной плоти. У него было подобие. Поэтому он все совершил, он все сделал, он все искупил. Он читал их мысли, он знал, о чем они думают, он все видел, он сделал все для нас, чтобы мы могли иметь доступ к Богу, к Отцу. Он нас соединяет с небесным Творцом. Через Него мы имеем доступ. Он взял на себя правосудие. Он говорит, отец, они грешники, их всех уничтожить надо. Но я умираю за них. Я беру их грехи на себя. Я беру их преступления на себя. Спаси их. Не наказывай их, потому что они все достойны смерти. Они постоянно грешили, грешат, уходят, забывают. Я становлюсь тем самым орудием наказания, которое ты должен наказать их. Я беру их грехи на себя. Он взял наши грехи на себя. Он сказал, я беру, помилуй их. Помилуй там Юрий Михайлович Николая, помилуй их, помилуй вот этих людей. Я беру на себя, я заступаю за них, потому что я по правосудию Божию их надо наказать. Но я хочу взять это на себя. Накажи меня, я вношу эту плату. Плату он внес не дьяволу, не ангелам, а Богу внес. Вот плата. То есть он свою жизнь отдал, как бы человеческую жизнь отдал. Потому что справедливость и правосудие должно было бы совершиться. Коррупции нет на небе. Там нет договоренности коррупции. Оно должно свершиться. Человек должен быть наказан за то, что они согрешили. И он взял мое и ваше место. Он взял. Пастор Николай, у нас две минуты. Видите, как час прошел. Хочу еще пригласить вас. Мы проведем следующую с вами беседу вскоре. С вами интересно беседовать. Несколько слов наших зрителей. Просто благословите наших зрителей. Желаю, чтобы вы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Желаю вам благословений. И хочу произнести молитву благословения Аарона. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир. Потому что Христос принес мир в человеках благоволения. Спасибо. Там мир. Аминь. Друзья, видите, мы сегодня взывали и просто приглашали вас к созерцательному осмысливанию праздника Рождества. То есть созерцательный образ. Не просто там праздник туда-сюда, подарки туда-сюда, суета всякая. Сегодня, знаете, мы что-то чуть-чуть хотели углубиться, чтобы это слово, оно было принято вами. Во имя Господа Иисуса Христа. И снова и снова искренне поздравляю. Я от имени всех служителей так много добра вам желаю от Господа. Так много божественной любви, так много радости в ваших семьях, прочь уныние и страх. Господь все равно царствует. Господь величественный Бог, Царь, Царей, Господь всех, без исключения господствующих. Оставайтесь с нами, оставайтесь, особенно в период этих праздников, будьте с нами, включайте импакт. Молитесь о нас, благословляйте нас. То есть вместе мы проповедуем Его великое божественное имя. Будьте благословены, оставайтесь на импакте. Всего хорошего. Мы любим вас, Иисус Христос, Мессия, так же любит вас. Всего хорошего. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!